Здравствуйте! С вами я, Анна Махова, и в эфире «Надо помочь» о любви, которая не проходит, о мечтах тех, кто только создал свою семью, и тех, чей многолетний союз – пример счастливого брака. Сегодня о просьбах больших и маленьких. Смотрим! Годы говорят, ты уже старик, хоть сопротивляйся, хоть треснешь. Очень хочется, чтобы туда поехать отдохнуть. Все-таки и со зрением связано, и со здоровьем. Мы все-таки уже люди немолодые. Вещи у нас хранятся вот так вот. Этот шкаф мы недавно приобрели. Можно назвать шкаф. До этого у нас вещи лежали. Вот, кроватку мы собирали, переворачивали ее, и там хранили вещи. Очень много людей. В общем, очень, вообще, просто всем огромное спасибо. Благодарность, вы знаете, даже тем людям, которые просто посмотрели наш сюжет. В Самаре живет семья Клименко. Супруги вместе вот уже 43 года. Обоих объединяет любовь, общие интересы и общий недуг. Наиля Хасьяновна и Борис Александрович оба не видят. Всю жизнь они живут рука об руку, всегда вместе. И мечтают отправиться в санаторий для незрячих, тоже вместе. Но осилить сразу две путевки они не в силах. Им нужна помощь. Ну, давай, Борис, тряхнем стариной. Ну, давай, давай, давай. Этой супружеской паре не бывает скучно. Если темы для разговора иссякли, они просто перестают говорить. И начинают петь свои любимые песни. За верность твою и терпение твое, спасибо тебе, дорогая. За верность твою и терпение твое, спасибо тебе, дорогая. Этими песнями и своей игрой на баяне когда-то очень давно Борис Александрович Клименко и покорил сердце Наиля Хасьяновны. Уже через три месяца пара сыграла свадьбу, а еще через год у них родилась дочка Любовь. Нас пригласил класс на выпускной. Девочки пригласили. Его, он у меня баянист, его играть на баяне, а меня, ну, как друга. И вот он сидел один, я сидела одна. И между нами был прекрасный лимонад такой, Крюшон назывался на то время. И вот мы за этим Крюшоном с ним познакомились. Они вместе уже 43 года. Долгие годы и горе, и в радости они не расстаются друг с другом ни на минуту. Разве что сейчас, когда ей уже 66 лет, а ему 70, возраст и здоровье дают о себе знать. И тогда их могут разделить стены больницы. Вы знаете, нам плохо друг без друга. Я же говорю, его в прошлом году, вот он у меня на 40 дней заболел инфарк сначала, а пролежал в больнице Пирогово, потом в санаторий Чкалово. И вот тут, знаете, сразу ощутилось, что вот чего-то в жизни моей остановилось. То есть чего-то вот не хватает. Оба супруга практически не видят. У Бориса Александровича проблемы со зрением с рождения. Анна Илья Хасьяновна лишилась зрения в 7 лет после детской травмы. Их дочь, любовь, тоже не обошел недуг. Она, как и родители, инвалид по зрению. Но это не помешало и ей встретить уже свою любовь и родить троих детей, внуков Клименко. Дочь с мужем и детьми живут в Чапаевске. Денег катастрофически не хватает. Поэтому без родительской помощи не обойтись. Чтобы помочь дочке и внукам, Клименко тратит на них практически весь свой доход. На себя денег уже не остается. При этом у них есть давняя мечта. Вместе побывать в специализированном санатории для незрячих людей. Очень хочется, чтобы туда поехать отдохнуть. Все-таки и со зрением связано, и со здоровьем. Мы все-таки уже люди не молодые. Уже давно не молодые, но по-прежнему сильно влюбленные. Клименко по жизни идут не только с любовью, но и с оптимизмом. И заражают им окружающих. Даже о своем возрасте они не столько говорят, сколько шутят и поют. Тем не менее, возраст не детский, и поездки в санаторий не прихоть пожилых. Лечение там позволит хотя бы на год забыть про лекарство, которое уже тоже становится неотъемлемой частью их жизни. Несколько раз супругам удавалось вырваться в обычный санаторий по отдельности. Но душа и сердце давно просят рыхнуть стариной и словно молодые влюбленные отправятся в санаторий вдвоем. В последний раз такой совместный отдых был у пары 30 лет назад. Путевка в этот санаторий на двоих стоит 60 тысяч рублей. Помогая внукам, обеспечить себе путевку такой стоимостью, Клименко уже не могут. Если вы хотите помочь супругам осуществить их давнюю мечту, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8-917-162-86-77 на Ильях Асьяновна Клименко. Мария Чингина сирота. Девушка выросла в детском доме и всегда мечтала о своей семье. Ее мечта сбылась. Мария вышла замуж. У нее растет замечательная трехлетняя дочь. Недавно Мария получила жилье от государства. Сейчас у Маши еще одна мечта – сделать так, чтобы квартира стала уютной. Для этого там должна появиться мебель. Казалось бы, мелочь, но у Чингина нет средств даже на покупку самого простого шкафа. Молодой семье нужна помощь. Трехлетняя Настя возвращается с мамой из садика. По пути к дому – детская площадка. Мимо пойти никак нельзя. Вдоволь наигравшись, прокатив маму на всех каруселях, Настя спешит в свой родной и любимый дом. У девочки большая программа – папе пироги испечь, маме с уборкой помочь. Но для начала можно отдохнуть и за чашкой чая. Ведь всем известно, что хорошие и великие дела лучше с чашки чая начинать. Хочешь, я в садике делала? Терядку. Терядку делала. Интересно было. В беседе вдруг подключился один из питомцев. Ничего необычного, тут так часто бывает. Будто в кроличьей норе у Алисы. Только тут вместо кролика вот усатый. Кажется, он тоже не против и чай отведать, и с хозяевами поговорить. Он кричит. Кричит, плачет? Да. Ты его наружку посадишь. Настя заботится о нем с большой любовью, словно сама ему мама. Что значит так любить, малышка знает потому, что ее мама любит ее больше всего на свете. Кажется, Мария любит дочь так, как хотела, чтобы ее саму любили мама и папа. Девушка росла в детском доме и признает, что ей, конечно, не хватало в детстве заботы, нежности и ласки. Я была маленькой, мне было 6 лет. Папа умер, а мама начала пить. У меня старшая сестра и брат их тоже хотели отправить. У меня сестра уже училась в училище, а над братом взяли опеку со школы учительницы. Он не попал. Меня отправили. Ну, вот я до 16 лет была там. Затем училище, работа и мечты о своем вот таком уютном доме, своей семье. Семья создалась быстро, дом какое-то время пришлось подождать. Но сейчас есть и он. Хотя бы о своей комнате я мечтала вообще. Скиталась по квартирам, пока вот не получила. Теперь остается создать уют. Папа работает грузчиком, деньги уходят на жизнь и маленькую Настю. Сама Мария уже долгое время ищет работу, но пока безуспешна. В отчаянии она встала на биржу труда, но и оттуда, пока отдельных предложений не поступает. Денег нет, а с ними нет даже минимального набора мебели для жизни. В первое время вещи хранили в пакетах. Сейчас из досок сделали самодельный шкаф, но он ситуацию не спасает. Вещи у нас хранятся вот так вот. Этот шкаф мы недавно приобрели. Можно назвать шкаф. До этого у нас вещи лежали. Кроватку мы собирали, переворачивали ее и там хранили вещи. К сожалению, сегодня у семьи нет возможности купить даже поддержанную мебель. И чтобы в их доме появился уют, им очень нужна ваша помощь. Впрочем, если у вас есть работа для Марии, вы тоже очень поможете. Оказать поддержку семье можно, позвонив по телефону 8-917-115-74-43. Мария Чингина. Вике Захаровой 5 лет. В год у девочки обнаружили сахарный диабет. Долгое время маме приходилось ежедневно делать Вике уколы инсулина. Процедура болезненная и тяжело давалась как маме, так и самой девочке. По квоте семье выдали инсулиновую помпу. На расходные материалы к ней семья должна покупать сама. Затрады на расходники – дело дорогостоящее. И Захаровым это оказалось не по силам. Чтобы Вика и дальше могла пользоваться помпой, нужна была помощь. Ее оказали добрые люди и Русфонд. Сейчас Вика обеспечена необходимыми расходными материалами почти на год. Мама девочки говорит спасибо всем, кто им помог. Маленькая Вика очень любит обниматься. Внутри этого пятилетнего ребенка столько доброты, что объятий и поцелуев хватает на всех. Даже на совершенно незнакомых людей. И когда наша съемочная группа зашла в дом, Вика сразу кинулась меня обнимать. И практически не сладилась рук все время, пока мы находились у нее в гостях. Так и обнимала то меня, то маму. Такая лоскошка стала. Да? Да, лоскошка. Все, лоскошка. Рождение Вики было трудным. Девочка не сразу задышала и в дальнейшем сильно отставала в развитии от сверстников. В год ее отправили на обследование. Стоял вопрос о том, чтобы поставить Вике диагноз ДЦП. Но когда девочка стала сдавать анализы, они показали, что у Вики, ко всему прочему, еще одна серьезная болезнь. Сахарный диабет. После этого каждый день малышки стали делать спасительные уколы. У нас очень были нестабильные сахара. Она маленькая. Дозы очень маленькие. На ручках скомпенсировать вообще было сложно. Делать уколы – это не обниматься. И, конечно, Вика боролась каждый раз, когда мама спешила сделать укол. К тому же дозы были настолько маленькие, что ошибиться и вколоть больше или меньше необходимого было довольно просто. Итог такой ошибки мог привести к летальному исходу. Поэтому по государственной программе девочки выдали инсулиновую помпу. С ней про уколы можно было забыть. Выдавая помпу, родители предупредили. Расходные материалы к ней им придется покупать за свой счет. Конечно, на тот момент меня это нисколько не напугало. То есть я больше думала о том, что это все-таки здоровье моего ребенка. Но когда действительно столкнулись с всеми, когда нужно покупать расходные материалы, когда нужно дополнительно ребенка, еще где-то заниматься с ним, ходить, мы как бы поняли с мужем, что мы сами не сможем закупать вот эти себе расходные материалы. В надежде на помощь семья обратилась в Русфонд. И уже через пять дней после того, как счет на девочку открыли, средства были собраны. Почти на весь год Вику обеспечили всеми необходимыми расходными материалами к помпе. Очень много людей, в общем, очень, вообще просто всем огромное спасибо, благодарность. Вы знаете, даже тем людям, которые просто посмотрели наш сюжет. То есть мы вообще рады даже, скажем так, не только материальной поддержке. Для нас очень важна поддержка каким-то словом. Сейчас Вика без страха, слез и капризов дает маме померить уровень сахара в крови, заменить катетер. Теперь инсулин поступает в организм малышки, не причиняя ей боль, и ровно в том количестве, в котором нужен. Родители, благодаря помощи многих людей, могут вновь обеспечить дочь не только необходимыми расходниками к помпе, но и специалистами, которые помогут Вике дальше расти и развиваться. Вика перестала бояться уколов, плакать. Она стала спокойнее и с улыбкой встречает людей. И все благодаря тому, что ей помогли. Помощь нужна и следующим героям. 17 ноября в Самаре состоится благотворительный спектакль «Не может быть», актерами которого выступит самарская элита. Средства, собранные от продажи билетов на спектакль, пойдут на помощь 40 талантливым детям Самарской области. Вы тоже можете помочь этим детям. Нужно лишь прийти на спектакль. Музыкальный коллектив «Вдохновение», участникам которого уже давно за 18. Несколько лет назад пенсионеры объединились, чтобы вместе петь песни. И сегодня у них это настолько хорошо получается, что не стыдно и на сцену выйти. Единственное, что их останавливает, это отсутствие костюмов, в которых можно выйти к зрителям, и отсутствие денег на их приобретение. Коллективу нужна ваша помощь. Ангелине Васильевой, 8 лет. У девочки редкое взрослое заболевание – рак слюной железы. Ангелина – первый ребенок в России с таким диагнозом. Девочку бесплатно прооперировали в Москве, но сейчас ей необходимо вновь ехать в клинику на обследование. Проезд и проживание в столице родители вынуждены оплачивать сами. Помимо Ангелины в семье растет еще двое детей, поэтому семья не в силах сама справиться с такими затратами. Им нужна помощь. Посмотрим на тех, кому помогли. В Самарском музее имени Алабина прошла благотворительная выставка картин из Крыма с любовью. 20 художников со всей России выставили работы, посвященные красотам Крымского края. И каждый из художников отдал по три картины на благотворительный аукцион. Средства, собранные с него, пойдут в помощь детям Самарской области. В Тольятти существует детский дом единства. В этом учреждении детям не только дают так необходимое внимание и любовь, но и учат быть самостоятельными, чтобы они не боялись взрослой жизни и могли реализовать себя в будущем. В Самаре специалисты Центра социальной адаптации инвалидов по зрению организовали для незрячих людей прогулку. Самую обычную прогулку в одном из самарских парков. И таким образом они не только подарили хорошее настроение ее участникам, но и помогли. На ближайшие месяцы Вика обеспечена необходимыми расходными материалами к помпе. Это не только позволит ей забыть про уколы, но и даст возможность родителям нанять специалистов для работы с девочкой, сделать все, чтобы она и дальше росла и развивалась. И все это благодаря вам, тем, кто услышал просьбу родителей Вики помочь и откликнулся. Просьбы супругов Клименко и Марии Чингиной тоже можно осуществить. Нужно лишь так же услышать их и помочь. Несите добро. До свидания.